Сегодня я расскажу про такой интересный инструмент под названием блок флейта. Месяц назад я заказал себе свой первый духовой инструмент Yamaha Yars 24B на барочной системе. И оказалась вот такая вот дудочка под названием блок флейта. Выглядит она вот так, у нее здесь 8 отверстий, 7 отверстий здесь и 1 вот здесь снизу. Играть на ней в принципе легко, разобраться может любой новичок, но даже если вы будете долго разбираться, я думаю больше чем месяц у вас это не займет. Главное только ваше желание. Вот мне захотелось на ней научиться играть и я научился где-то за 5 дней. 5-6 дней у меня ушло на то, чтобы нормально начать на ней играть. В общем, вот так вот она выглядит. Пластик. Хороший, прочный. Также она разбирается на 3 части, ее можно промывать. Вот так вот средняя часть, мундштук и последняя часть. Вот вы это все можете разбирать и промывать. Промывать ее нужно постоянно. Все-таки такой инструмент индивидуальный, который требует бережного к нему отношения. Так как это не бамбуковая, не деревянная флейта, ее можно мыть спокойно. Промывать каждую дырочку, расчищать, потому что грязь со временем скапливается на каждой из дырочек. А также промывать нужно вот это вот отверстие, которое прям постоянно у вас будет в ваших слюнях и микробах. Ну что, хочу сказать про него. Инструмент довольно кайфовый, я уже в течение месяца до сих пор на нем играю. Все очень классно, все круто. Мне нравится этот инструмент, это мой первый духовой инструмент блок флейта. К ней также идет вот такой вот красивый чехол. Больше к ней ничего не шло, кроме инструкции. Инструкция к блок флейте сразу шла в комплекте, и вот как она выглядит. Здесь наглядно продемонстрировано, как на ней нужно играть, какие нотки извлекает данный инструмент. Начиная с до и заканчивая последней второй октавой, которая идет еще выше. Значит, черные кружочки это у нас закрытые отверстия, а белые это открытые. И вот таким образом вы начинаете учиться на ней играть, закрывая и открывая нужное отверстие. Вот сейчас я вам покажу, как на самом деле она звучит. Инструмент достаточно прост в освоении, держать блок флейту нужно вот так, легонько нажимая на дырочки. Если вы неправильно нажмете на дырочки, у вас звук будет... Как-то так. В общем, в первый раз у меня не получалось. Где-то в течение пару дней я просто пытался разобраться, как все-таки правильно нажимать на нее. И по итогу разобрался. А как в нее дуть? Дуть очень просто. Просто нежно дуйте данное отверстие. Так как это сопрано, у нее получается довольно звонкий звук. Сейчас я продемонстрирую, как звучит каждая нота. А в чем отличие барочной системы от немецкой? В немецкой системе каждая дырочка на этой флейте имеет свою нотку, начиная с до и заканчивая хи. Здесь же в барочной системе нота фа воспроизводится немножко по-другому. Как-то так. В общем, это все расписано в инструкции. Просто повторяйте, как написано там, как нарисовано. И у вас все обязательно получится. В общем, у меня получилось уже играть нормально через неделю. Вот сейчас я что-нибудь попробую сыграть. Субтитры делал DimaTorzok Вот ноты я, конечно, не совсем хорошо знаю. Играю в основном на слух, поэтому у меня вот так вот получается. В общем, инструмент классный. Рекомендую тем, кто интересуется духовыми инструментами. Я рекомендую этот инструмент как для начала. Для начинающих. Инструмент я заказывал за 800 рублей на Валбересе. И, в принципе, он стоит максимум полторы тысячи и доступен для каждого. Вот такой вот индивидуальный, самый легкий для начинающих духовой инструмент. Вот такой вот инструмент.